Сегодня у нас 17 марта. Сегодня я обломалась получением штампа на выезд, но я осталась ищу надежды на получение визы на выезд. Резиденция пермит. У меня... А, нет, это у меня резиденция. Экзит пермит. Блин, ну вот запуталась в английских словах. Короче, у меня стей виза, то есть виза, на которой я могу здесь только находиться и никак не могу отсюда свалить. А мне нужна будет виза, как у всех сейчас в Гуарь. У них у всех сейчас визы на выезд. Сейчас всем выдавали визы на выезд. Когда они просили продления, все визы продления являются визами на выезд. То есть, как только откроется регулярное сообщение, все вот с этим продлением, с визой на выезд, обязаны будут покинуть Индию. И вот я попытаюсь получить именно вот эту вот нормальную, нормальную, нормальную визу на выезд. И чтобы как у всех. Как у всех. Ну, не как у всех таких, как я, на самом деле, здесь дофига и больше. Просто никто не сознается. Здесь такой парадокс. Вот люди, у которых ситуация похожая на мою, то есть у них нет разрешения на выезд. Они редко об этом говорят. А вот те, у кого оверстей, тех, у кого виза просрочена, допустим, много-много лет, а то и паспорт в унитазе, те говорят, что у них похожая со мной ситуация. Я несколько раз сталкивалась с тем, когда люди говорят, что у них вот эти вот стей-визы на длительные сроки. А при близком рассмотрении выяснялось, что врут, врут товарищей, у них не виза, у многих даже паспортов нет. А вот у тех, у кого вот такая же, как у меня, ситуация. Хотя, наверное, нет. Хотя, наверное, нет. Тех, у кого, как у меня, ситуация, они как раз со справками. Здесь есть люди, кто сами просрочили визы. И, соответственно, всё, им уже только... Раньше было только через тюрьму выезжать, теперь можно через штраф выехать. Они облегчили систему выезда для верстейщиков для того, чтобы прикрыть бизнес вот этих вот так называемых помогальщиков. Тех, кто занимаются помощью в ГУА. Обычно это такие криминальные группы, которые из-за взятки умудряются сделать тебе какие-нибудь фальшивые документики. там, фальшивую справочку на выезд или ещё что-нибудь. Это в ГУА называется помощью. То есть, себя возьмут просто бешеные деньги за то, что они занесут кому-то взятку и с вероятностью 30% ты получишь фальшивую бумажку. Ну, так вот, визовый отдел решил пресечь вот эту криминальную деятельность и штраф за выезд оверстейщикам теперь меньше, чем те суммы, которые брали помогальщики. То есть, если помогальщики брали там 10 тысяч долларов, ну, там, даже ну, там, за небольшой оверстей они брали там тысячу долларов. А сейчас это, по-моему, где-то в районе от 300 до 500 долларов. И оверстейщик может подать документы онлайн, оплатить онлайн штраф и получить себе визу на выезд. Ну, в общем, людям хорошо. И криминальный бизнес немножко подприжали. Ну, помогальщики все равно, они же найдут себе, чем кормиться. Мне всегда веселит фраза «Мы помогаем». Ребята, вы в курсе, что помощь – это то, что бескорыстно, а то, что за деньги – это бизнес. То есть, любая деятельность, за которую вы получаете деньги, при этом хорошие, а даже очень хорошие, даже очень высокие. И плюс, если помощь сводится к криминальным действиям, ну, в общем, в общем, в общем, в общем. Ой, куда я забрела? Я нечаянно притопала к этому, к уголовному суду в Панджиме. Ну, я случайно. Я просто здесь блужу и уже заблудилась. Хожу, успокаиваю нервы. Либо сегодня ночью, либо завтра с утра сяду подавать документы на выезд. Господи. Хочу визу на выезд. Хочу визу на выезд. Ну да, я, в принципе, отчасти, отчасти даже понимаю женщину в начальницу отдела и фароофиса. То есть, когда она, если бы она сама лично вот сейчас поставила мне штамп на выезд, это бы означало, что она ознакомилась со всеми своими документами и лично приняла решение, что у меня с документами все в порядке. А так как со мной уже был прецедент, что вроде как было все в порядке, начали оформлять уже документы на выезд. А потом выяснилось, что там много всего, чего быть не должно было. Так что у меня сейчас и адвокат, но она хоть оптимистична, но адвокат со мной тоже пережила этот момент, когда она выиграла мне первое дело. И мы радостно, я с криками спасибо, махала руками, обнимались, прощались. А потом она вместе со мной была вынуждена прийти в полицию и читать, что там Вита на меня нарисовала. Неважно, чьим именем были подписаны эти бумаги. Я знаю, почему в этих бумагах было и мое имя. Потому что оно было нужно одному человеку, Виолетте. И она мне нагадила. Вот так вот взяла и нагадила. Я иду пешком. Хотя можно было сесть на автобус, но зачем? Мостик здесь, а улочка красивая здесь. Нет, пойдем на мостик, я устала. Пойдем на мостик, я устала. А вот справа улица была покрасивее. То есть, ну вот, она там тоже португальская, но вот здесь вот, вот из этого дома не сделали гостиницу, и поэтому он разрушается. А вот видите, а вот в соседнем домике сделали гостиницу. Вот смотрите, это фактически два одинаковых дома. Вот этот и вот этот. И португальский район должен выглядеть вот так. Но во многих концах Гуа португальские дома выглядят вот так. что поделаешь? Что поделаешь? Я тоже не плакала, ну почти не плакала. но будем, это не считается. К тому же осталась надежда, что визу на выезд мне все-таки дадут. просто даже если ее дадут, то сам процесс получения этой визы занимает много времени. А не мое продление, вот годовой визы, когда я подаю на продление визы, я полгода сижу с документами о том, что я подала на продление. и только полгода живу с действующей визой. Потом снова подаю на продление, и снова полгода живу с документами о том, что я подала документы на продление. Факт подачи документов на продление является легальным. То есть ты находишься в легальном статусе, но отходить далеко от места, где ты проживаешь, не стоит, потому что в тех районах, где тебя не знают, к таким документам могут придираться. То есть, ну здесь как-то вот по умолчанию считается, что если ты подал документы на продление, то ты сидишь и ждешь их в том самом месте, где подал. Причем это касается не просто как бы штата Гоа, а конкретно своей деревни. Потому что при подаче на продление ты же предоставляешь регистрацию. Допустим, если я продлеваю визу на год, то я предоставляю регистрацию на год вперед. Такие регистрации на самом деле мне доказывали долго и упорно, что их не делают. Большинство владельцев ГЭСТов говорят, что вот если у тебя будет виза на год, я тебе сделаю регистрацию на год. Когда им объясняешь, что для того, чтобы сделать визу на год, мне нужна регистрация на год, они говорят, нет, в обратном порядке. И здесь получается замкнутый круг. В этом у очень многих проблема с документами. То есть, чтобы получить визу, надо иметь регистрацию. А чтобы сделать регистрацию, хозяева дома просят визу. И отказываются понимать, что регистрация нужна для получения последней визы. Нет. Поэтому вот моя ситуация, когда у меня в наличии были, давайте не будем говорить, есть, были, получили все документы. Для получения последней визы я предоставила огромное количество документов. и я не хочу этого делать еще раз. Я не хочу. В этом году это будет сложнее, чем раньше. Да и вообще, ну нет, нет, нет. Мне домой. Мне домой по делу срочно. Так, все, выключаю. Очень шумно. Всем пока.